Отец наш Небесный, благослови эти занятия и прибудь с нами. О право нашими мыслями, словами, дабы они подтверждали Словом Твоим. Путеведи нас в вечную пристань, Царство Твое Небесное, к чему мы стремимся. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Давай, вот это с выражением считай. Некоторые о столах пекутся. Долго времени, но если это уходит. Начинаем. Послание Пуста Лопала к Ефесянам, 4 глава, 1 стих. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать в достойное звание, в которое вы призваны. Толкование. Не властвовать должно учителю, а служить ученикам ради их спасения. Постянул и Павел, как слуга, умоляет. Выставляет даже узы свои для успешности просьбы. Узник в Господе, то есть не за дурное дело, а ради Господа. Итак, окажите почтение узам ради Господа. О чем же я молю? Не о себе, а о вас, чтобы вы жили достойно своего звания. Вы ведь призваны к великому, восседать вместе со Христом и царствовать вместе с Ним. И не следует пострамлять своего достоинства делами, недостойными Христа. От догматического же учения перешел к нравственному, придавая тем сладость своему слову. Конец толкования. Что-то неясно, хотите сказать? Сестры имеют право здесь говорить, а то не в церкви. В домашних условиях. Кто желает сказать что-то? Я не знаю, Господи. Ты подняла руку, я думал, ты вверху еще выше не будешь. Давайте дальше. Тут вот какое дело. Переходит от догматического к нравственному. За это можно, знаешь, как усыпиться? А насколько нравственное важно? Догматик узнает правильно. А как он живет? И главный грех какой. Когда душа умирает, то она идет по мытарствам. А можно доказать? Нельзя, это в Житиях Святых написано. Василия Нового Жития, там Феодора Цареградская. Как-то Олег Стеняев много там прям такой материал выпустил про мытарство. Как один говорит, можно подумать, что только что оттуда вернулся. Но действительно, описано там все это. 20 мытарств. За язык, за пьянку, за убийство, за блуд, за все. Так вот, на мытарстве блуда погибает больше, чем на остальных 19 вместе взятых. Больше, чем побед одержал Сталин, 100 миллионов загубил. Чем больше Гитлер, все вместе взяты. Больше, чем мусульмане. Ну, а тебе что говорить? Четыре жены. Они все в этом грехе тонут. Совершенно нереальные законы там. Если муж с женой развелись, а потом одумались. Мы везде в мире приветствуемся, а у них законы мусульман. Ты должна стать женой другого. Вот теперь тот должен дать разводное, тогда я имею тебя взять обратно. А так нельзя. А у нас наоборот, если она была еще этой женой, то брать ее не надо. Это уже считаемый Еремея, там третья глава, говорит, не растлилась бы вся земля. Вот нравственность. Ну, нравственность и на первом месте. Догматика на первом месте. Догматика. Если человек не верит так, как заповедано в Слове Божьем, он еретик. А еретик, ну, нравственный. Еретик в тюрьме сидит, его сажают, он умирает, его сжигают, он еретик. К спасению он не приближается ни на один шаг. Это всегда было так. Даже кровью мученичества грех ереси не смывается. Почему? Он должен раскаяться. А он не раскаивается, он думает, что все правильно у него. Самая большая ересь, какая первая была, это ария, непризнание Христа Богом. Два миллиарда мусульман, они говорят, да, Иса, Иса это пророк, да будет он благословенного Бога добавить, но, конечно, он не Бог. Вот и все. То есть, а кто не имеет сына, не имеет отца. Тысячу триста лет, два миллиарда. Так они отца признают, они его не признают. Аллах это не отец, которому Христос молился. Это совершенно другая личность, как Данила Сысоев подробно это все доказывает. И так видно, по его свойствам. А может это похоже на Бога Иегову? Очень похоже, но это нет. Потому что там пишется одно, тут противоположное. Вот они рукополагают, кто-то собрались, не хотят посмотреть, а кто первый-то? Первый-то у сектантов. А его первого-то никто не рукополагал. Ну, он сам провозносил себя. Я президент. Ну, он не президент, он смуту посеял. Да, пришел к власти, да, Хусейном стал, Саддамом. Ну, путем переворота. Но в какой момент он стал законным-то, никто не знает. Здесь точно так же. Отвергли все церковное, отвергли соборы. Только никого не судите. Как не судите? Осудили всем вселенских соборов, отвергли. Не судите никого, они нам говорят, сектанты. Баптисты, другие. А сами всем вселенских, 9 поместных соборов сбросили. Полторы тысячи епископов, они так смахнули, как будто не было. Златоусты всех выбросили. Только никого не судите. Я говорю, да вас-то которые были, так они ничего не понимали. Это ересь была. То есть, они всех назвали еретиками, негодными. И они никого не судят. Понимаете, как хитро сатана подошел. Как будто бы до Мартина Лютера полторы тысячи лет не было церкви на земле. Хотя братану не одолеют ее. И вот они собрались, тут приехал негр с Америки. Кто знает этого Сандэя? Считал? Не слышал? Не слышал. Он с Киева начал еще суриться. С Киева начал. Кто он по национальности? Не знаю, африканец-то такой. Нигеря не может. То есть, черный. Так, теперь даже негром нельзя называть в Америке. Темнокожий. Так называть надо. И вот сейчас там в интернете подняли. Он там епископом или кем был у них. Обнаружили, что он имел внебращевую связь. У него жена, детей это много. И много лет он выступал. Говорил, а сам жил в Глуде. И разоблачили. И вот он на ковер. И свои все тоже. Тоже куча еретихов. Куча. И они его теперь судят. Да, я был. Да, так, так. И вот они его сейчас до собрания. Когда оно будет собрание там через месяц. До этого времени, чтобы не проповедрировал. А там видно будет, что лежат в полу. Все, согласились. А она созналась. Он никто не знал. Ну ладно, это он никакой. Еретих. Но у нас-то грех страшнее. Истинно рукоположный пресс-питер грешит. Грехом более тяжким. Мужеложник. Архимандрит. Епископ. Вплоть до самой верхушки. Мы-то более ответственны. Ну одно дело, когда человек нарядился, клоуном вышел. Надел там какую-то коронку на себя сделал. Там лучики нарисовал. Я патриарх. Но другое дело. Или я царем себя назову. Вот как на сцене-то царя же играют. Или настоящий царь. И который это делает. Кто больше ответственен-то? Тут даже гадать нечего. И вот сейчас они все это разворачивают. Разворачивают. Он сколько там дома продавали. Деньги забирал. На него в суд подали. Там такие дела разворачиваются. А они с ним носились. По-русски разговаривать научился здесь. И конечно, он никто. Это самое главное. Никакой Журавлев там Сергей тебе не поможет. Он еретик. Еретик. Злостный еретик. Он искажает основные догматы православия. Истинный Христовый. Даже так назовем. А уж грех это человеческая слабость. Грех плотской, другой. Это все выправимое. Он покаялся. Ну теперь-то. Если был настоящий он епископ. И за ним это было. С него сан снимается навсегда. Шесть епископов. Двенадцать епископов должны собраться. Чтобы лишить сана. А дальше он в этот же день может причаститься. Это канун такой. Почему? Потому что грешник может вернуться в прежнее состояние. А снятие сана не позволяет уже никогда быть ему в сане. То есть это более страшно. И поэтому два наказания за один грех не бывает. Так сказали. Так написано в Библии у пророков. Поэтому он замешан в грехе был о моральном поступке. Седьмая заповедь. Но он все. Как человек обыкновенно он-то никто. Никакой должности не имеет. А что с ним делать? Есть поговорка. За хвост, за яму. Но проповедовать ему никто не запретит. Он может не в помещении, где они там были, ехать в свою Нигерию. Здесь ему вход закрыли. Уголовные наказуемые. Против него сколько дел воздвигли. Отнятые квартиры. И вот это сейчас ты просчитал. Переходят от этого. Надо от добрых дел, если добрый человек, переходить к догматике бы. Тогда правильно будет. А сходу там схватанул догматику. Она не понравилась. Он начал вырабатывать свою. За этим сколько всего кроется, за этими словами блаженна Ферилакта. А просто так пробежал глазами. Ничего нет. А что на первом месте? Вот там мне говорят. А как же так? Апостолы проповедовали. 12 апостолов. Так а что же у них? Больше прибыли-то не было никакой. У Бога по-разному. И написано восьмая глава. Они остались в Иерусалиме. А четвертая глава, говорит, рассеялись. А где? 70 еще были избраны. 70. Которых Господь послал по всему миру. Их нигде как будто и нет. Так они некоторые отошли. Ну куда они отошли? Там известно только Николай один. Учение Николаитов. И то якобы. Филипп Дьякон, он работал. Шли по всему миру. У нас сколько? Вот она была, Нина. Уехала. Как фамилия? Свечникова. Свечникова. Свечникова, да. Ну она же осталась христианка. Она уехала. Она там и есть. Зои Шубина нет, где-то там в деревне. Они все равно где-то как-то свидетельствуют и говорят. Ну, ростом там их пониже и духом пожиже, так скажем. Но все равно же говорят, свидетельствуют. 12 остались от нас на месте. А 70 по всему миру. Одни в Германии, другие в Испании, третьи в Греции наши уехали там. Там плотненько. Она там кольцу своему духовному принесла деньги для детей. Он не берет, он не знает, что такое. Они свидетельствуют. И показывали, как они там разговаривают, Марина с Дмитрием. И все в интернете выставлено. Приятно слушать. Сразу видна школа. Это когда-то здесь Знаменский монастырь. Тогда-то еще и пархии не было. Но и там занятия вел Капранов Михаил. Наши люди приходили. Иногда даже слово давали. Он какой-то вопрос задал, а никто не отвечает. И тогда кто-то из наших, видимо, он попросил. Он встал, начал отвечать. Он хотя к нам не расположен, а сразу же сказал. О, вот видите, какая школа. А вас сколько учу, вы еще не знаете. Школа, так тут каждый день. Так мы сколько? Два раза в университете? Четыре часа в неделю. Да еще здесь. Вот это и считай. Все равно, говорит, камень-то прочный. А вода-то помаленьку долбит его. Вот то, что мы имеем. Считай дальше. Второй стих. Со всяким смиренно мудрием и крутостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Толкование. Показывает, каким образом возможно поступать достойно звания, если мы будем смиренными. Тогда ты вполне поймешь, каков ты есть и чего достоился. И смиришься, и постараешься служить своему благодетелю. И при том оно служит основанием всякой добродетели. Посему и Господь начал свои заповеди блаженства отсюда, называя блаженными нищих духом, то есть смиренно мудрых. Со всяким смиренно мудрием. Не в словах только, но и на деле, в нужном виде и голосе. А не так, чтобы в отношении к одному являясь себя смиренным, а к другому нет. Но в отношении ко всякому, малым ли он будет или великим. Ибо возможно быть и смиренным, и вместе с тем вспыльчивым и гневливым. Но такое смирение бесполезно. Научает, какая польза от кротости и долготерпения. Это снисходительность друг к другу. Потом, чтобы кто-нибудь не сказал, как же я буду снисходителен ближнему, когда он гневлив и дерзок. Он указывает и способ. В любви. Ибо если мы будем иметь любовь, то будем снисходить друг к другу. Конец толкования. Ты слышал такое название? Бестормозной. Что это такое? Человек без тормозов. А что это такое? Не может вовремя остановиться. Это вот так. У меня были люди, которые, если что-то не по их, они прям в разнос идут. Прям невозможно. Я говорю, скажи, а вот кто-нибудь есть из знакомых нам, при котором ты бы остановился? То есть устыдился его, из-за уважения к нему, не хотел бы авторитет потерять, в его глазах упасть. Вот если бы был тот человек, ты бы сейчас тормознул или нет? И оказывается, он и при епископе это же самое возникал. Ты же рядом с нами, я говорю, столько лет. Ну как же так-то? А кого он хотел? А вот это тренируй себя на этом. Я хочу сказать. А если скажу, сколько вариантов? Проиграй все. Один поймут так, другие так. Так, говорил я, нет? Вон, пошел человек. Говорил? Говорил. Неоднократно. А почему? Ну я знаю, если ты его уважаешь, при нем ведешься по-другому, я очень экономный, но раз трачусь, съездим, чтобы при нем поговорить, чтобы тебя как-то удержать. А если у тебя никого нету, перед ком бы ты мог себя тормознуть, ну все, путь закрытый. Человек, который не может дать сам себе узду в уста, и не знает, говорить или не говорить, а я такой вроде, я горящий там. Ну все толку-то. Батюшка, он пришел, а он делает раму у нас, потерявки был. Ну рама-то сочленяется плотно, вот он делал олев, видишь как плотно, а у него палец почти так, льет туда этот клей белый-то. Но батюшка подошел и говорит, ну ты что-то так, щель только на палец не сходится, заливаешь, а он как спылил. Я батюшка говорит, ну тут-ту-ту-ту-ту-ту, я скорее-скорее назад и все, я думаю, зашибет. Зашибет. Ну выехал. Один раз слышу, что-то не по его, а он в землянке. Я подхожу ближе, а он матерится сидит там, матерится матюгами. Верующий по всех положениям. Еще, называть фамилии, имена. Человек, который строился, домик уже построил, там где Алексей сейчас строится. Если себе не даешь рука роту, то он как-то, очень человек этот, нуждался в каком-то материале, а у меня он был. Я говорю, даю, но составим договор. Пока ты не рассчитаешь, чтобы ни одного худого слова нигде не говорил. Миша Никитин тоже у меня цементу и шипер убрал, для лагеря я откупил. Я тебе дам, но при условии, пока не рассчитаешься, цементу, чтобы ты ничего в рот не брал, Хмельнова. Он не может год рассчитать, а не может второй. А тут свадьба у Алеши Загуляева. Ну он поехал, друзья. Приехал, вернулся и как? Да какая-то свадьба, и поговорить не о чём. То есть не выпили, а у нас без этого дела-то, без шайтайной крови. Поговорить не о чём. Недоволен. Распечатывать бутылку, хлопнуть её, он мастерски так делает. А я договор составил, жена расписалась, диакон расписался, с которым вместе выпивают. К батюшке пошёл, при свидетелях. Документ настоящий-то. Я его почти три года держал под этим документом. Ну уж когда он, видимо, смог, тогда вывернулся, привёз всё, теперь всё, наша бутылка. Я что делал плохо? Да, я диктатор, да, гуру, но я что сделал-то? Его никто не мог обуздать. А я его обуздал, по милости божьей. Он нуждался, пришёл, просит у меня, он сам пришёл. Я ему не навеливал. Так что надо искать, подойти и как. Сегодня он не желает слушать. Я с тобой так поступал, нет? Да. Загонял тебя в самый дальний угол, а потом помаленьку ты бы ползал оттуда. С чем-то нуждаешься, я в тебе нуждаюсь. По интернету, всё-всё. Никита, в другой комнате, он мгновенно уже стоит передо мной, как лист перед травой. Опять у меня не ладится. Вчера одна папка с экрана не убирается ничего. Так он нашёл, Володя говорит, как пущи его смерть на конце иглы. Надо было зайти и передвижек разных сделать. Ну, в общем, не меньше 20. И с одного куда-то идти, идти, и наконец встали, папки этой нет. Пустая папка, не убирается, и всё. Заколдованная. Чё-чё, Никита мне очень сильно помогает. Как успокаивает. Никита, это что, на меня нападение, или это у всех? У всех. Ой, от сердца отлегло. Если всем это наложили такое табу, там не работает, я согласен. Но если на меня на одного, значит, какие-то происки, мне сразу тоскли, вот так делается. Пошли дальше. Третий стих. Старайся сохранять единство духа в союзе мира. Конец толкования. То есть толкование сейчас будет. Объясни тогда, что такое? Толкование-то есть там? Есть. Как в теле дух все объемлет и объединяет, так и церковь объединяет Святой Дух. Хотя мы различны по роду, по характеру и по занятиям. И через Святого Духа мы становимся единым телом. И так постараемся хранить это единение. Живем в мире друг с другом. Ибо если мы не будем иметь союза любви и не будем жить в мире друг с другом, то погубим то единение, которое даровал нам Дух. Подобно тому, как если бы возник раздор у руки или ноги с остальным телом, и они отказались от союза с прочими членами, то они уже не были бы под властью одного Духа. И так нужно великое тщание. И мы нелетно должны поддерживать мир, крепко соединяясь друг с другом, дабы как куда один стремится и другой тоже, ибо таковы союзники. Они самопроизвольно распоряжаются собой, тогда только будем в едином Духе, а не в столковании. Кто, что-то обравляйте, а то опять влезут. Игры. А где грань снисхождения друг к другу? Тут написано сохранять единство Духа в союзе мира. А как вот его сохранять? Вот допустим, у нас в общем не был такой, ну и сейчас такой обычай. Не обычай, а порядок. Вот бродобритие. приходит молодой человек, верующий, искренне верующий человек. Ну вот, не все ходят с бородами, у меня она как бы длинная, поэтому говорю на эту тему, чтобы меня не заподозрили, что я как-то... А вот он, ну не хочет брить бороду, а я должен не зайти к нему и сказать, ну ладно. Не хочет растить бороду. Не хочет, нет, он бреет, подстригает ее. Ты говоришь, не хочет брить бороду. Вот да, ошибся. Он не хочет ее растить, то есть он ее подстригает. Я так посмотрел, 4 глава, 3 стих, и подумал, 2 стих, ну и в самом деле, снисходя друг ко другу любовью, сохранить союз, как написано, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Думаю, ну человек верующий, верующий, ну подумаешь-ка борода, ну какая разница, пусть он и вовсе не будет, и все. То есть вот где грань вот эта? Другой можно пример привести. Ну и много примеров. Вот где эта грань? Нет, без примеров. Все, переходи дальше. Единство Духа. Вот поясни это. Ты поймешь, что с ним разговаривать уже не надо. Нет, единство. Это уже другой Дух. Если все, которые святые были, все с бородами, они в Духе Святом были. Златоуст, Павел, все 12 апостолов, Христос, совершеннейший человек с большой буквы. И мы должны быть в одном Духе, а те, которые сегодня так делают, это какой Дух? С ними единство нельзя, не может быть. С ними единство иметь, это защитив против истины. На днях на меня выходит еретик из другого государства. Главное, я понял, для меня, это чтобы иметь мир со всеми. Павел говорит, если возможно, с вашей стороны, почему не добавляете это? А с еретиками мир какой? Почему Антоний Великий говорит, я за всю жизнь ни разу мирно не разговаривал с еретиками? Никогда. Какой может быть мир? Это враги Божьи. Да, вот, есть вопросы, которые разные, понимаются. А есть, которые одинаково, все понимают, одинаково. А какие вопросы одинаковые? Что без епископа нет церкви? Это понимала католическая всегда, которая от апостольских времен, от апостола Петра. Православная от апостола Андрея так и понимали, Григорий Нарамянский от Варафоломея так и понимали, Копцкая, от Мапсирская, кто там, от Фомы, от кого нет. И так понимали, вопрос снятый. А вы откуда взялись? А кто у вас первого рукоположен был? Какое единство будет в духе? В духе. Если те были не святые, значит, церкви не было. Она началась с 15 века. А этого не может быть. Это церковь. Церковь. А это? Арыса, она против, это и не церковь. Конфессии, динаминации. Бросьте играть словами. Вместо этих слов ты должен поставить ересь. А то и евангельское слово. А конфессии нет. Это подмена. Подмена, которую сатана любит. Я говорю, вор никогда не говорит, что своровал. За что? Да там взял вещь. Никогда ни один вор, самый последний ворюга не говорит, что своровал. Взял. Понимаешь, как вот от святых знали это, запретили подмену выражений делать. Надо говорить так, как есть. Да, я изменник. Да, я предатель. Так и говорить. До конца уже. Если блудник, да, я блудник. Если убийца, да, я убийца. Вот, когда заключенные пишут, мне иногда прорываются, приходят. Ни один никогда не пишет. Ну, мне вот срок дали, там, это, 15 лет. Это уже явно, что убийство было. И грех не называют. Нет. А который, если раскаялся, он еще не написал письмо, а уже пишет, а что он сделал, и как он мучается этим. Вот теперь люди говорили о Христе. Я говорю, что они не церковные. Так Бог примет мое раскаяние здесь. Я, понимаешь, я осиротил людей. Вот зона, когда показывают, а он сидит, глаза закатил и ничего не говорит. Она его допрашивает, Светлана Адольфовна там, и она его спрашивает и говорит, ну, а как теперь вот эта девочка там, Маринка, одна, какая девочка? Ну, ты зашел в квартиру, женщину-то убил, он молчит, а у нее дочь, дочка шестилетняя, отца нету, она теперь сирота круглая. И она его буквально обогнала в нору. Он не думал разговаривать, он не знал, что дочь есть. Убить женщину, он не берет его, а ребенок его тронул. А она знает, как опытная психолог. Ты дальше рассуди, как вы убили всех святых отцов, отвергли. Все, весь путь в церкви загадили, как будто его не было. Без рукоположения церкви нет. И рукоположение без всякого прикосновения меньше благословляется больше. На меня сегодня один еретик напал. А вы говорили 35 тысяч разных сект, динаминаций. Докажите, если вы не докажете, не назовете, вы лжец. Я лжец. Я говорю, первое, отвечаю, я никогда этого не говорил. Эту цифру первый раз от вас слышу. Второе, у меня книжка, большая, госполитиздат, секты их дела. И там написано, в 1930 году было только 300, там с чем-то может быть сект разных течений, 300. А он говорит, вы не назовете даже 30. Да одних старообрядцев без поповцев больше 50. Ну, поморские, согласные, щасовенные, голбежники, дырники там, как только не называются. Святого Валенка. Щасовенная, Нетовсина, глухая, Валенка, поющая, ну, что угодно. А одних старообрядцев больше 50. Даже, вот я считал, в Новосибирске, в одном городе, кажется, 68 зарегистрировано религиозных объединений. А не 30. А вон верхушки знают, и что я буду разговаривать-то? Разговаривать не о чем. Но, несколько лет назад давали статистику. Тут обвально пошло, уже 11 тысяч было. Тысяч. Африканский континент дает чуть не каждую неделю. И спрашивает нескольких. Одна секта. Я был свидетель зарождения двух сект. Прямо, непосредственно. К нам приходят к Павлу во Фрунзе, баррикады А-34. И говорят, вот мы такие адвентисты седьмого дня. Я гляжу, они говорят, никак. А откуда вы взяли это? Ну, вот мы два брата. А еще кто? Пока никого нету, мы первые основатели. У одного жена была, говорит, она пришла, посмотрела, вернулась. Даже те адвентисты, этих, которые отошляли, понимают, они совсем никакие. Никакие. Здесь был один, пятидесятник, и на вокзале сидит. А я знакомый, вижу знакомое лицо, подошел, что? Да вот, думаю, видение такое было, пришел сюда, к Богу, не видишь, человеком есть, святого, истинного. Вот я вас дождался, вы пришли, и представь, какое обращение. Я святой, я истинный. А что было? Ну, у нас было два видения, так говорят. Вот смотрю, говорит, в один угол так, и там, видно, перед началом, моют ноги. А туда гляжу, ноги не моют, у них перед вечером моют ноги, с тазиками там все приходят. И вот поступает так. А как не сказано было, я раздвоился, сейчас не знаю, так или так. Я говорю, еще кто понимает? Да никто так. Жена была пришла, говорит, ушла обратно. Пятидесятники туда. Один на вокзале сидит, и он ждет, и ему уже дух сказал, пойдет человек, это он тебе все дело выправит. Вот на меня просто выходят, и я говорю, нет, я вам не помощник здесь. Вы вернитесь в святую православную веру. Ко мне приезжает однажды иеромонах Глушенко. Его звали Вячеслав, зав. капельной бьеванники, кажется, академат Городкин Новосибирский. А теперь он иеромонах Никодим. Как Никодим ночью приходил, и он ко мне в полчетвертого приехал, часы стоят и снимок, в полчетвертого утра. Надо же так. И вот он. Вот понимаете, какие видения. Он лежит, ему видение, он видит карту Советского Союза, лампочки загораются, а голос говорит. Вот здесь гора такая есть, обоза, где Лыково там есть. Ее эту гору наполовину надо срезать. И здесь пасеку сделать. Монахи, чтобы жили келья, ульи стоят внутри, а залетать пчелу, там дырочки прорезать. Это чистейший мед. Его будет брать хирохито, император Японии. И что ты думаешь? Он пишет письмо Горбачеву. Горбачеву письмо это дошло, и они прислали технику, я не знаю, вертолет, они мне как трактора, бульдотель, полгоры снесли. Строить, а строить некого. Ко мне приезжает один святков, отец Владимир, настоящий священник, очень хороший, Санкт-Петербурга. Я говорю, сдавай кого, отец Владимир, съезди к нему, узнай там, что там делается. А ему опять видение, у него еще не получается, ему опять видение, он молится в храме, служит с отцом Геннадием Фастом, прицепским служит, и ему дух говорит, если Игнатия не будет здесь, ничего не получится. И он ко мне едет, Бог указал на вас, что вы должны быть здесь и возглавить вот это японское производство меда. Я говорю, нет, суши сухарей. Я говорю, тебя это разоблачат. Да к сестра моя, мне тоже не шибко согласна-то. К нему едет какой-то монах, или романах, не знаю, находит на сосне висит повешенный. Смерть. Этот приехал, вернулся, отец Владимир, там ничего нет, и не будет. У него, говорит, даже нет никакого духовника, никого нет. И правда, ему это списали, все эти миллионы, гора-то испорченная осталась, он ушел, и ушел куда? Кажется, эти называются, как они там, богородичники. Пляшут священники, под форму одетые. Вот и все. Обман. А повесился-то кто, не он? А? Говорюте, повесился какой-то человек. Кто повесился? Какой-то ехал, какой-то к нему ехал. Ехал на помощь или как, и нашли его в повешенном сосне. Это я уже говорю из чужих слов. Понимаешь, заблуждений тысяч, и уже новая секта образовывалась. Я должен отмечать, ничего я не буду отвечать. Он начинает, сейчас гляжу, говорить непотребно, еще, вижу, что, вроде, разговор был, но не православный, поэтому, а причастие начал, мне причащать, а он на причастие начал сквернить, говорить. Какое искушение? Ни раньше, ни позже, ночью сегодня. Можно? А, вон, я. Хотел тоже, вспомнил просто момент, тоже интересный, ну, фотографии у меня никаких нету. Работал, золото искал, недалеко от Тягуна, ну, там где-то километров 40, и там ручей, называется, ветловой сунгай, и я туда ходил пешком, не было техники, приезжал на электричке, выходил, там называется туннели, это перед тем, как в Кемерово заезжать, там идут туннель, прям туннель, не был в той стране никто, на электричке не приезжали, на поезде, ну, и вышел, и иду по тропинке, ну, вдруг раз, сбоку, откуда, там тайга глухая, вообще, нам никого нету, откуда ни возьмись, мужик какой-то стал, причем с бородкой такой, как-то так одеты, еще странно, я не могу понять, я спрашиваю, а вы кто, турист, что ли, а я-то одетый в камуфляжную форму, у меня рюкзачок, все там, там идти километр 15, до участка нашего, разведочного, разведывательного, он говорит, да нет, я к отшельнику приехал, я говорю, к какому отшельнику, тогда ненароком подумал, думаю, обо мне, там слухи пошли в тягуне, что ли, я там беседовал с людьми, там проповедовал, так горды мы, вы такие старобрядцы, они держат и стебур, он, да тут, говорит, отшельник поселился, говорит, полгода назад, не слышали, что ли, я думал, вы тоже к нему идете, я говорю, нет, я в другое место, ну сам боюсь говорить-то уже, думаю, ничего себе, тут такие дела творятся, убьют еще, за золото, которого нет, и дальше идем с ним, продолжаем, там беседы, я там о Боге начинаю, потихоньку разговаривать, думаю, что за отшельник-то, мне интересно тоже, я говорю, а как этот отшельник, там, как вы Богу там молитесь, или что там происходит, он говорит, Богу молит, да нет, не Богу, я вот водочки, говорит, ему тут несу, а как же, он отшельником-то называется, вы что, как назвали, он говорит, да туда, говорит, сель, туда едут, и там оказывается, такое паломничество, к этому мужику пошло, просто какой-то бомж, уехал в тайгу, к нему там его друзья, эти бомжи ходят, они там живут, построили какую-то там, ну, тогда не построили, там была уже, видать, какое-то зимовье, и он там обжил, ну ему негде жить, ему там несут туда, туристы там, вокруг уже, палатки, и он, вижу, идет, и увидал, что там, о, добыча такой, побежал там, к березке, что-то там раскопается, я думаю, что там такое, мухомор, он раз этот мухомор, прям радуется, ух, какой хороший, раз пакетик этот мухомор, сумочку, дальше идет, еще мухом, мухоморы собирает, и я такой, а я знаю, что мухоморы нужны, короче, делают как химиотерапию, те, кто онкология, и я такой, а вон еще мухоморы, подсказываю ему, он такой, уууу, побежал там, набирает полянка целая, мухомор, я такой думаю, ну, мужику помогаю, я какой молодец, от онкологии избавиться, я говорю, а как вы это, на стоечку делаете, там все, ну я в курсе, же делал события, он говорит, да нет, мы их высушиваем, а потом курим, елки пал, я куда попал, и потом, чем заканчивается, все вот у этого отшельника, туда паломничество продолжается, продолжается, а потом мне, я выхожу, как-то, в Тегун, за продуктами, а мне говорят, вы, это, вас что не взяли, кто должен взять, ОМОНовцы, они же к вам приезжали, они же на Ветлон Сунгай выходили, ну там знают, я говорю, никаких ОМОНовцев у нас не было, думаю, елки, ничего себе, думаю, что там за золото такое началось, что ли, говорит, а они, говорит, там кого-то взяли, там стрельба, говорит, была, там убили, говорит, кого-то там, что-то, оказывается, этот паломник, пережрали этих мухоморов, с кем-то там не один, и, что вы думаете, выходят на туннели, а там осталось много техники, и там, это, ну, туннели строят, их постоянно, этот туннель подделывают, потому что там разлом какой-то, и, так, сторожу, там у него телефон, что такое, высадился японский десант, сторож, не, идите, говорит, отсюда, говорит, накурились, они сторожа связали, телефон, вызывают милицию, там ОМОН, там, ну все, куда, это, звонят, где-то телефоны находят, и, короче говоря, приезжает туда, собр этот, отсюда, отряд милиции, и давай их там брать, а у тех ружья, давай отстреливаться, собр, ничего понять не может, давай там стрелять, ну, кого-то ранили, одного вот из этих, или самого отшельника, или кого, забрали этого отшельника, избушку эту сожгли, и уехали благополучно, все, и заповедовали там администрации, кто только где-то будет тут селиться, чтобы никого не было, ни одного человека, представляете, отлично, рождается новая секта, пошли, считай, четвертый стих, одно тело, и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания, толкования, не просто любви ищет Павел, но любви, делающей всех единым телом, через полное единение друг с другом, так, чтобы как члены тела, они сострадали и сорадовались друг к другу, и один дух, прекрасно это сказал, показывая, что став одним телом, они будут и одним духом, или же что, возможно быть единым телом, но не единым духом, подобно тому, как если бы кто был в дружбе с еретиками, но не следовал и к учению, или же, получив один дух верой, вы должны быть в единомыслии, или же духом называют одинаковое у всех душевное настроение и единомыслие, как бы так говоря, одно тело и одна душа, Бог говорит, призвал вас к одному и тому же, всем даровал жизнь, равно для всех стал главой, всех совоздвиг и посадил с собой, и просто всех принял с одинаковой честью, и все имеем одну и ту же надежду, посему вы должны быть едины по союзу любви, ибо в отношении к нему мы равны, хотя и различаемся на земле. Конец толкования. Я вот представляю, тут выходит он, он же когда это толкование-то давал, он был дьяхоном, не архиепископом. Представь, дьяхон, ему разрешено в церкви было уже, отошли от тех времен, когда даже кроме епископа никто не имел права проповедовать, и в 30-м рам запрещалось, какую власть взяли. Слово Божие нигде не звучало, а тут дьяхон, и при том, где в Константинопольской церкви, вообще грек. И вот он начал смотреть, увлекся златоустом и стал конспектировать. Это действительно так было. Смотрит Ефрема, Сирина, маленько добиралась, что там, Блаженного Агустина, там кто где был. Ну, это все-таки уже 11-й лет был. И большее предпочтение, конечно, выдавал Иоанну Златоусту. Может быть, сначала просто разрозненно, а потом начал систематизировать. Я так думаю. И дальше выстраивалось толкование. Иоанна Златоусту, он что мог взять? Шестой том, Шестой том, Евангелие там от Матфея, Седьмой том, Седьмой том, Евангелие от Иоанна, Девятый, Деяния апостолов. Тут он готовый брал. Ну, а что где-то и дальше было, вот у Луки, допустим, он не мог взять у Златоуста. Тут он уже брал из того, из другого. И вот это так была новинка. А то, что будут перепечатывать, на других языках издавать, и что где-то в Барнауле мы будем изучать, конечно, ничего этого он не знал. У него было тяжелое положение. Когда приехал в Болгарию, такую пару, вот твоя каноническая территория. Какие там ереси были, богомилы, там перечисляются. Народ совершенно невежественный. Как ему непросто было этому афилакту. И он, видишь, оставил себе память только толкованием. А остальное там неурядицы, где вот толкли, давили, плевали, это все за кадром. Вот что значит слово писанное? Говорит, рукописи не умирает, не сгорают. Вот он писал. Я нашел, что более в кратком виде издать уже не все понятно. Больше издавать вполне. Это вот просто будет очень разбухший материал. И он избрал вот именно вот этот материал. Ну, до откровения. А теперь у нас с откровением вместе идет. Я его от руки законспектировал и несколько десяти лет, наверное, преподавал в университетах прямо по Боженному хопилакту. А о том, что я издам его полностью, с откровением, даже мыслишки ни одной не было. И кто меня на это подбил? Сотников Николая. Тапанаю. Понимаешь, вот как в мире все слагается. сделается неприятелем, врагом. А память оставил, какую большую. Вот лежит трехтомник. Посмотри, какое чудо. Это он подвинул. Я думал, что этот том будет пятый, открытым оком, открытым оком. Это другая серия. Новый завет надо отдельно издать. И тогда поехали, мои. вот как оформить, это помогал. Все. Верстку как делать, это он помогал, доводит благословену Бога. А его крушение ужасное. Женился, ребенка назвал. И армонах. Но память оставил, память буквально вековечная. И думаю, что выйдет, она выйдет, но даже развести, другого пути нету. Никак. Или она умрет. уехал в Казахстан. Вот и все. Рождается новое. Его надо сверять с тем, что было. Вперед. Это стих. Один Господь, одна вера, одно крещение, толкование. Ведь нет того, чтобы ты имел высшего Господа, а тот низшего. Чтобы ты спасался верой, а тот делами. Чтобы тебя делало свободным крещение, а того не делало. Нет. перестолкование. Вот говорит, одно крещение. Да крещения, его ни одного нет сейчас. Сейчас я смотрел, где подкинули, крещение у литеран. Ну, кажется, против католической церкви, литер, такой гигант поднялся. Ну, он должен был до конца смотреть-то. Откуда они взяли и показывают. Что-то там читают, и они хором читают, что верую, что за меня умер Христос. все правильно. Дальше она подходит к столу, и у него такая форма там, лиловые ленты там пришитые. Ему-то зачем это? Они в это не верят. Таинцы священства они не признают. И он ее начинает крестить. Совершенно не раздета. Вот как она, девчонка, стояла, так и есть. чашку он руки макнул, вот так вот, и вот так вот раз, а потом берет салфетку и промахнул, чтобы капелька не достала. Я же-то не видал, что салфетка еще у православных он на кистью полбу ударит и не промахнется. Все равно хоть на нос попадет капля. Здесь ни одна капля не попала. Все аккуратно, нежно, вот так, заделывание волосов, женские волосы и скорее берет салфетку и промахает, стоит. Да стоило тебе от католиков-то уходить. Куда ты привел-то? Гомоаксексуализм официально разрешенный и женятся и преститера садомиты. И еще выгодали. Потеряли-то. Церковь потеряли. Я разговаривал, они очень почитают своего главного архиеретика Мартина Рютера. Но его есть за что и уважать. Он перевел на немецкий язык Библию. Люди впервые увидели, во что веруют. Видишь как? Это тоже нам помогает держаться того, что единое крещение, оно должно быть едино. А сегодня, главное, образовали миссионерские отделы не могут отличить раскола, который, он не раскол, но так называют уже официально, от еретиков. Старобрядцы-еретики. Это не в одном материале нет ничего, они совершенно окупелые. Сегодняшние. Они только в рот заглядывают епископу. Ни одного слова не скажут. Уметь любое беззаконие оправдать. Вот батюшка рассказывает сейчас, был в одном месте, где-то там заезжал, говорит, смотрит, епископ служит, а женщины в брюках, ну что вы привязались-то? Так у них же женские брюки-то, у них ширинка-то в другом месте. Так у них ширинку-то не здесь, надо снизу делать, что тут? Тогда уже женское будет называться брюки. Ну женские же брюки, женские. Почему у мужчины нет мужского юбки, мужского платья-то? Все оправдано, все. Бритые, это даже ни во что берется, что никакие каноны перед причастием не высчитываются, это ни во что. Курят стоят, там подходят, прямо вонища такая, это ничего не значит. Ну еще, а осуждать тоже смертный грех. Епископ. Что на это сказать? Полностью протравленная вот этой заразой, безразличие, обмерщение. А что делать? Работать. Не соглашаться с этим, ни под каким видом. Никак. Вот ты сейчас считаешь, без рукоположения нет церкви. Я взял один пункт. Больше ничем. На какое рукоположение, они до Халкидонские, там Халкидонские, Григория, на армяне. Церковь. Церковь с заблуждениями какими-то. А это вообще не церковь. Поле, на котором есть сорняки. Но это поле. А если поля нет, мы однажды заехали и едва выехали оттуда. Там сваливают шлак со всего города и сделали как дорогу. Ну а мы туда сунулись, там такая пылища, такое зловоние. Ни одна травинка не растет. Ну, из Кочегарок везут. Уголь отработан. Это огромная площадь. И все это ровно, как хоть аэродром делает. И мы кое-как назад не провалятся, ничего. Пыль, дым, это все поднимается. И вот здесь точно так же все. Одно истинное полновесное отступление. Истинное отступление. Не просто ошибка какая-то. Отступление, запрограммированное. Единое крещение. А вы перекрещуете в Потеряевке. Никто ни разу не перекрещивал. Никогда. А старобрядцев, старобрядцев называют раскольниками. Но не еретиками. И от них приходящих никогда не перекрещивают. У них 100% с полным погружением. Но они сохраняют. До Никоновской, как все было. Даже этого миссионерский отдел не знает. Даже даже еретика не может отличить. Раскольник, он не раскольник. Раскольник это Никон, который сделал раскол. И это все перевернутое. То есть их называют раскольниками. Их называют раскольниками. Кого? Ну, старобрядцев. Миссионерский отдел сегодня называют еретиками. Еретиками называют. Московская патриархия и миссионерский отдел. Раньше называли раскольниками просто. Просто раскольниками называли. Раскольники, да. Так принято было называть их. Но не еретиками. Ну, конечно. Никак не еретики. Еретики это те, которые не признают ничего. А это у них богослужение, все так. Но нет священства. или есть священство. Им разницы нет в этом патриаршем-то. Понимаешь, нужно поставить грань. В разговоре везде не переходить. Это раскол называется. Несправедливо, но это так они называются, чтобы понятно. Они никогда эритиками не были. Веры проситуют Троицу, признают соборы. Все у них как есть. Но нет священства. Ну а как? Ну а как белокриническая иерархия? Вот где Волков слава-то. Они искали 180 лет. Искали по всему миру и ездили. Наконец нашли митрополита на покое. Незапрещенного. И от него приняли рукоположение два Павла Олимпе. И теперь у них дальше других. И пошел пейскопат, и они возобновили. Возобновили. Но они все время понимали, у нас недостаток большой. У нас нет священства. Нет священства. И они на этом не остановились. Искали, посылали по всему миру и нашли. Ищущие находят, а стучащие муотворят. Вот старообрядцы белокринической иерархии это образец для всех. Для всех сектантов. Искать. Пойдите, мы не нравимся там православным. Григориан Армянам пойдите, там Коптам, Ксирийцам пойдите. Где? Сарообрядцы. Ну, старообрядцы не дадут священству. Никогда. Они еще отплевать все будут. Крестить это место, где ты стоял. Есть же от одного или трех епископов священства. А у них от одного епископа. Да, от одного. В детском возрасте поставили. Почему? А закон это еще не было. Еще правила не было принято. И поэтому Павел, даже Тимофею, который исчезла в семействе, и кто говорит, не пренебрегали, чтобы твоей юностью. Ну, явно, юность это до 30 лет. Это минимум. В 30-летнем возрасте уже совершенный муж. Можно вопрос задать? Ну, вот батюшка сейчас вот съездил, и вот он тут в конце начал говорить, уже ушел почти что-то, и потом начал вспоминать что-то, и вдруг ни с того ни с сего сразу, а, да, вот еще, и хватит там на занятиях там говорить, там по себе давайте говорить. Вы что там все время что-то злитесь там? Злоба эта перекинулась там, там что-то семинаристы наговорил, наговорил. Он о чем, кому он обращался-то, я не пойду. Я поясню, Игорь. Да. Он сказал, что наши ролики смотрят. Смотрят люди, которые не из нашего круга. И были такие разговоры очень крепкие. Крепкие. Вот у тебя разговор был с Сергеем Ильиным. Ну, очень крепкие. Они, очевидно, это и берут. А надо было? Не надо. Он Сергей не согласен. Ну, и не согласен, я сказал, руководящий-то у нас свой человек-то. Начинается с порт, ты скажешь, все, разговор закончен, идем дальше. Не надо разрешать идти-то. А на следующий день ты заново возобновил и пошел он в следующее. Теперь уже не пришел даже на занятия. Вот что батюшка говорит. Это было. Было. Не так сделали. Значит, поговорили не так. Наши люди, которые были, они соскочили, ушли и больше никогда не приходят. Прям соскочили. Ну, было же это. Тоня пришла с Ниной. А можно было по-другому? Да, можно. Притом, я тебя не осуждаю. Ты по делу сказал. Ну, как сказать? К Сергею надо было второй раз возвращаться? Не надо было. Не надо. Я просто опасался и молился. Но моя молитва, видимо, была не услышана. Ты прямо искусственно вернулся к вчерашнему разговору. Ну, в среду, которая была. Ну, и опять. Он не так понимает. Ну, и что не так понимает? Нет, я не возвращался. Ничего там не было того, что было до этого. Там вообще другое уже было. Другая тема. Даже другое было. Другая была тема. Да. Просто этот Ильин, он говорит одно, а вы как не слышите его. Вы начинаете зачем-то присоединять два несоединимых вещества. Меня и его. Зачем? Когда он сказал, нет, это не нужно, не нужно обличение. Не надо обличать. Он сказал конкретно, не надо обличение. Хотя начал хорошо за здравие. А я перед этим сказал, что нужно, наоборот, обличать. Так, теперь нужно обличать, и он говорит, не нужно. Он, я тут кое-что скажу. Со своим кое-что-то не надо было вылазить. Вот тут можно было его тормознуть. Кое-что, ты говори, там же нет. Ты говори по делу, по существу. Он еще вместо писания приплетает туда. Это вообще ни в какие рамки не лезет. Я понимаю, вы хорошо отвечаете, но вы отвечаете относительно того, что он уже все понял, он осознал, и он за то, чтобы в нужных местах обличать. Он не говорил, что в нужных, не нужно. Так он сказал, вообще не обличать. Это вот в этот раз было. А в другой раз там вообще другая тема была. Вообще другая из других тема. И он опять в пику становится. И вы опять начинаете примерять, там еще один какой-то вылазит. А что я начал примерять? Вас с ним примерять. Зачем? Да не надо меня вообще ни с кем примерять. Я примиренный напрочь с Господом Иисусом Христом. Вы же сами говорите, правильно, обличать надо. Да это Тимофей сказал, я-то знаю. Это не вы говорите, а Тимофей. Я начинаю места Писания ему приводить. Он, мы не от мира сего, сказал Христос. На этом кончено. Все свиньи. Мир возле лежит. Зачем нам к нему идти, к этому миру? Я говорю, да ты просто не проповедуй. Это брат ты там или кто там, акробат, не знаю. Ты проповедуй. И сразу все на свои места встань. А он теперь не проповедует. Сидят напротив друг друга священникам. Переглядываются, делают друг дружки. А кивочки хорошенькие. Все молодцы, все у них хорошо. В их церкви. Не надо никуда идти. Все свиньи вокруг. А мы два таких сидим, не свиньи. И очень друг друга любим. Игорь, это тоже на тему, кто смотрит. Да, понимаете. Батюшка сказал, а один человек мне написал на почтовый ящик. Не буду говорить кто. Он смотрит наше собрание. Занятия смотрит. Результат именно отрицательного. Нет, нет. И зайдем то, что есть. Я продумал, хочу сказать. Какое отрицательное? Отрицательное. Кто сказал? Что такое? Занятия проводи. Не тормози. Да я скажу. Пишут на почтовый. Батюшка сказал, что высказывают отрицательное. А мне наоборот. Человек один написал, не буду говорить фамилию. Он говорит, о, хорошую тему подняли на этих занятиях. То есть, вот темы, которые вы там обозначаете. Вот помните, юридическая там теория. Ну, вот эти, когда вы определяете. То есть, людям интересно. Потом у нас была тема. Мы разбирали священное писание. Канон священного писания. То есть, людей это интересует. То есть, у людей в душе эти заноски сидят. И они не знают, куда кинуться. А тут смотрят. И они на занятиях видят, как решается этот вопрос. Легко и просто. С помощью священного писания. И вот, как бы, у меня предложение, чтобы мы больше разбирали вот таких тем. Вот сегодня мы разбираем тему о рукоположении. Например. Это, вот я бы сказал, гвоздь нашей программы. Потому что, вот у нас сейчас идет стих. Одно тело, один дух, одна вера. Одна вера, значит, одна церковь. А почему сейчас существует столько разных вер? Один так верует, другой так верует. Мнение, вот недавно, вот в этот раз в интернете был диспут такой у меня. Мне пишут, там такая программка, что они просто скидывают. А я могу отвечать, могу нет. Оказывается, протестанты, баптисты не считают себя протестантами. Вот такая уже вера появилась. То есть, баптист говорит, мы не протестанты. Мы были еще задолго до раскола. И прям приводят какие-то факты, пасторы. Я прочитал, и там ссылка на какой-то исторический источник. Кардинал некий говорит, если бы мы этих баптистов не уничтожали, а это еще до лютера было, тогда бы вообще, вроде бы, как и нас, католиков, бы и не было. Я посмотрел, думаю, но я не могу ничего сказать на эту цитату. И прямо написано «баптистов». Это вальдился. Он говорит, видишь, баптисты были. Мы, говорит, вообще к протестантизму отношения не имеем. Ну и вот говорю, что много веры, все понимают по-разному. Один вообще мне сказал протестант, ну я его называю протестантом. Да кто вы такие православные? Вот мы от отцов церкви идем. Мы, он называет. Это харизматического настроя. Там они и пляшут, и прочее. Он мне скидывал ролик. Мы. А вы кто такие на меня? Я говорю, ну мы православные, мы же от отцов. А с чего это ради? То есть в конечном итоге он уже к отцам церкви, это он оказывается правильно мыслит. А я вообще, я думаю, что вот одна вера, одно крещение. Я ему говорю, послушай, существует два критерия преемственности. Первый критерий – это учение. Вот если ты ссылаешься на отца церкви, нужно, чтобы отец церкви так же мыслил, как вы во всем. И в богослужении, и в мыслях. И второе – это преемство священства. Докажи хоть по одному пункту. Ну, пока доказательств я не услышал, но там такое предъявление было. Понятно. Вот. Я хотел сказать, что баптистами – это погружатели. 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 Это не про тех баптистов. Это были такие вальдинцы. Они очень… Это во Франции, где-то в Лионе сейчас, не буду врать, но где-то в том месте, он был бокалейщик просто. И начал выносить священнику своему, епископу. Он поставил вопросы. Прямо поставил, написал, сколько-то вопросов. И там был перечень. И перечень такой. Почему там у нас нету погружения, приключения. Как вы, вот, скажи, вот. Это я тебе сейчас скажу. У меня даже записано. Тысяча четыреста… Тысяча четыреста пятидесятый где-то вот такое время. Это, скорее всего, они и есть. Да. И они распространились, эти вальдинцы. И люди пошли. И вот как у наших… Как я даже Игнатих еще пришел и показал, говорю, поглядите, какие вопросы они ставили. Ну, просто занимался словарем и нашел вот их, и потом о них посмотрел. Они распространились, и они до сегодняшнего дня есть. Вальдинцы, да. Ну, только, конечно, это очень узкое течение. Типа старокатоликов что-то. И они вот, это, ставили каноны на первое место, все-все. Но были в церкви, они не поднимали ни бунтов, ничего. И крещение там, вот это, у них было погружение. Ну, то есть они упор делали на погружение, да? Сейчас я тебе не могу точно, но там очень много упоров. У них там прям он выставил перечень вопросов. Его за это гнали, там образовалась у них община. Ее прям разгоняли силой. Потом народ поднялся там, и восстания были. Их, короче, отпустили на покаяние. И они распространились по всей Франции, в Швейцарии. И даже у немцев были. Ну, там, по княжествам. Так что ты посмотри вальдинцы. Это про них. Когда я прочитал эту цитату, она там баптиист, прям написана. Я сделал такой вывод, что речь идет просто игра понятий. Я говорю, тот баптист и ваш баптист, это разные понятия. Вот баптизмом, понимается, вас называли, потому что вы погруженцы. Я вообще считаю, мое личное мнение, что это оскорбление баптистов. Вот говорят баптисты. Это были просто выходцы из таких уже законсервированных протестантских церквей, где уже были такие тепло-хладные христиане. Они решили, нет, мы будем креститься только в сознательном возрасте, крещение детей нам не надо, и будем правильно их погружать. Это были люди. И их начали назвать погруженцами, баптистами. И вот прилепилось к ним название баптистов, а те-то тоже говорили о погружении, потому что католики не погружали. Соответственно, к ним тоже прилепилось это название. Но они совершенно разные люди. А к ним потом дальше пошел протестантизм, вот там буквально даже столет нету. И чехи вот поднялись. Тоже все отсюда уже пошло. А был еще такой очень известный. Подожди, пошли дальше, но мы совсем не пройдем. Пошли, оставь пока. Английский теолог. Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас толкование. То есть Он, Бог над всем, и через все проникает своим промыслом и управлением. И во всех нас обитает. Заметь также, что еретики предлог челюсти относят к Сыну. А во, к Духу, как будто он имеет умаляющее значение. Они прилагаются к Отцу, конечно, не в унижении Его. Конец толкования. Вот думаю, на сегодняшний день, вот как-то вопрос, это даже не совсем актуальный, говорить о Отец и Сын. Единственное, что вот есть такая группа верующих, которые себя называют свидетели Его. Вот у них, конечно, Сына они не признают за Бога. Вот тут, конечно, можно было с Ним побеседовать. Ну, там тяжелый случай. Седьмой стих. Признают за Бога только Бог с маленькой буквы одни говорят. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Полкование. Ты не вни, а возьми настоящее что-то, бумажку. Я съем. Чего ты, ты, потому что она никакая затрется у тебя. На телефон дай ему бумагу. Можешь шевелить или ввести. Если все, как говоришь, все, как говоришь, общее, почему же один имеет больше дара, а другой меньше? Ибо это возбуждало в них, в коринфянах и у многих других, зависть. Разрешая это, апостол говорит, что каждому дан дар в той мере, как определил, даровавшись большевику. Посему, так как это дар, будь доволен, потому что ты все-таки его получил, а не дано тебе как нечто должное. Ок. А так, как эту меру определил Бог, то не любопытствуй. Ибо если Бог определил, то, конечно, это сделал вполне естественно. Соответственно. Итак, необходимое, без чего нельзя быть христианину, это общее для всех. А если кто-то имеет несколько больше дар, то ты не скорби, потому что и большую труд соединился с ним. Как об этом скажут впереди. Ибо не сказал, что по мере веры каждого, чтобы не предались молодушию те, которые имеют мало ее, но в хотении дародающего полагает меру, чтобы вовсе даже и не дерзали рассуждать. Конец толкования. О чем он говорил сейчас? Ну, чем больше тебе дар, тем больше труда нужно вложить. Больше спросить. Больше, да. Кому много дано, с того больше спросить. Опять же, речь идет о церкви. Здесь не говорится. А эритик скажут, ну мне вот столько дано. А об ересе здесь речи нет. Речь идет о людях, которые в церкви находятся. И одному дар больше, другому меньше. Здесь ни один эритик сюда не может даже подставить. А одних речи вообще нет. Церковь никогда не разбирает нравственность еритиков. Ну, где-то коснулась веры-то. Не признает Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Есть дух антихриста. Все. Один принцип такой. Не верит, что он во плоти пришел. На истории, там, говоря, там, у него тело, или сверх во время крещения, был только духом видимости одно имел. То есть, очень такие были заумные учения. У церкви выработан Никео-Стареградский символ. Его надо держаться и никуда. И не позволяй себе умом блаждая, соглашаться с кем-то. И выслушивать даже не пытайся. Это вопрос принятый. Так вы что боитесь? Конечно, боюсь. Еще бы не бояться. Если бы Адам не боялся по-настоящему, он бы не выпал из драя. Страх на первом месте. Не бойся, он начнет тебя. А мы так понимаем. Да вас на одном месте, в течение одного дня, скажи, не уловишь. Это секта. Грозная, зловещая и неуловимая. Неуловимая, что сегодня так понимали, завтра так, послезавтра так. То есть, они каждый день могут менять. Я с ними встречался. Я говорю, а ты сейчас говорите, это как, от Духа Святого? А они двое, присвятеры, этот, адвентисты седьмого дня. Ну да. А вы можете подписать? Я записал на магнитофон, а теперь давайте выразим. Выразили. Распишитесь. Они расписались. Я говорю, а теперь смотрите по Библии, что получается. Вы еретики. Я пойду к вам в собрание и всему собранию покажу, как вы учите людей. А мы откажемся, не говорили. Я говорю, так у нас записаны магнитофоны, ваша подпись. А мы откажемся. Здоровые мужики, лет 30 обоим. А мы откажемся. У них нету учения. Нету. Такое, как у православных. Вот она, рамки и никуда. Этого нету. Ты, Маня, как понимаешь? А ты, Ваня, как понимаешь? Таня, Маня. И вот и сколько голов, столько умов. Нам нас так сказал Златоуз. Точка. Все. Он вышел, батюшка, прочитал. Толковать ничего не надо. У них этого нет. Вот этот Сандей там увяз теперь. И они начинают решать. И голосуют. На 2 месяца или на 3 месяца его отпустить. Вот церковь прямо. Санд снимается навсегда. Вот и все. А если он беренин там где-то, ну, 7 лет. 7 лет будет стоять в коридоре, выходить соглашением, извините. Игорь Тимович, вопрос вот такой. Вот Григорий Паламан был такой. Палама, вот как раз его сегодня память тут вспомнилась. Ну, не так давно прочитали его символ веры. Он на 1351 году символ веры свой предоставил Собору Православных Отцов. Там был такой византийский собор православный. В 1351 году. И вот на этом соборе посмотрели этот символ веры Григория Паламана и признали его православным. Этот символ веры. Ну, а там читаешь, я хочу сказать, очень сложно осознать, о чем он говорит. И от отца, и через сына, что-то там такой дух исходит. А на 1351 году. Я понял, да, Собор-то какой он. Ну, я что, восточный католический. Я его вообще не воспринимаю, Григория Паламу. Совершенно считаю чужой человек. Вот эти энергии там... Нетварные энергии. Да, да, да. Разбирают свет нетварный. И вот семинаристы любят рассуждать об этом. Что ты там можешь рассуждать? Там вообще рассуждать не о чем. Это бы нету. Вот осиял свет на фагоре. Какой свет? От кого? Или отходит он, или прямо от Бога. Зачем тебе знать? Был свет. И все на этом закончено. Сейчас какие открывает тайна вот эта... Огонь благодатный. Как его там зажигали. Какой обман шел все эти. Да, я с первого дня говорил, я в это не верю. Я тоже. Сейчас прямо выступает священник армянский. Рассказывает, какие там лампы висели. И как зажигали. Никакого. Ну, было, говорит, раз или два. Остальное это все обман. Да вы что? Да. Ну, заряди просто в интернет. Он стоит, интервью дает. А я уже почти поверил. Я никогда... У меня в книгах написано, я это не признаю. В этом году прям, честно. Я совершенно не признаю. Думал все, и уже почти поверил. Я не верю, что мощи Серафима обрели. Я совершенно не верю. Слава тебе, Господи. Какие-то там... А где это почитать? В интернете? В интернете. Надо зайти по центру. О благодатном огне. Священники, свидетельство о лживости, что ли, благодатного огня. Да, что ли, я обязательно... Ну, опять же, сейчас мы прослушаем этого человека. Другой человек выступит, скажет, это неправильно сказал. Не надо, не надо. Подожди, стой. Еще не надо говорить. Ты просто посмотри, когда идет сейчас благодатный огонь, и как они... Обязательно нужно дождаться этих арабов. Да. Молодые друг на друга скачут, как ребятишки-то. И дальше орут, они на них едут, как черти из преисподней. Без этого огонь не зажигаются. Еще совсем ошалели. Посмотри, какая перед этим прелюдия это идет. Ты видел, как они там орут? Ну, я видел, кричал сильно там. Вообще, это ужас. Там... Ну, то, что надо посмотреть один раз, и поймешь, что это шапош демонский. А откуда там? Какая там благодать? А драки какие там устраиваются, видели? И вот это тоже пару раз. Там вообще стенка на стенку дерутся. Там показана драка. Драка у гроба Господня. И там они, эти, греки с армянами. И там вот так бьют боксеры. И полиция израильская растаскивает их кверх ногами, тащит там с палками. Прям в храме внутри. Какая драка идет. Притом не один раз уже. Посмотри, драка при гробе. И главный комментатор какой-то хороший такой. Ой-ой-ой, прямо по морю удали. Вот это да, вот это верит. Вот посмотрите, да. Ой, как здорово, вот это что-то такое. Вот такой комментатор говорит. Вот верующий говорит, вот хорошо, оргазка говорит, верующий прям дал ему. Ага, старый, не старый, он мимо проходит в морду. Почему? А их разделили вот за эту вот линию, вот там вот армяне. Здесь и не под таким видом. Он воду пролил на той стороне, это на нашу территорию. И главное, дерево растет, а тень падает на ту сторону. А тот сел. А то с нашего дерева, ты сел в тень нашего дерева. Жить тебе не надо. Ужас. Ну какая у гроба Господня. Да какая сила-то в одном духе. В каком духе-то? Ну ты один раз это увидел, разговор окончен. Давайте дальше читать. Восьмой стих. Слушайте. Это найдешь в интервете, все есть. Восьмой сказано. Вошед на высоту пленил плен и дал дары человекам, полкования. Что он дал дар, это говорит, видно из слов пророка. Он дал даяние человекам. Но пророк говорит, ты получил дары. А это то же самое, потому что Бог, даруя дары, взамен приемлет служение. А кто получает дары, получает их для того, чтобы делать и трудиться. Посему не должно быть праздным. На высоту же зашел или на крест, или на небо в вознесении. Что даже лучше, как видно из последующего. О каком же плене говорит? О плене дьявола. Ибо он взял в плен дьявола и смерть, и клятву и прегрешение, а также и нас, бывших под властью дьявола и повинных сказанного. Конец толкования. Пожалуйста. Вот столкнулся с тем, что я узнал, что некоторые баптисты, может быть это общее учение, не верят, что Иисус Христос сходил в ад. Я удивился, я говорю, ну ладно там священство, ладно там крещение детей. Это надо там все это вникать, все. Но тут сошедствие в ад Иисуса Христа настолько просто очевидно. Вот не верят и все человек. Как? Я говорю, ну смотри, ну допустим, и вошед. Не шедший он же и вошедший превыше всех. Куда он не шед? Вошед на высоту пленил плен. И не сходил прежде в преисподние места земли. Здесь же речь идет о сошествии в ад. Более последовательно, адвентисты седьмого дня. Ад, ад и дальше адвентисты седьмого дня. Вот у них это хорошо сделано. Чтобы доказать, они говорят, преисподние, это означает с неба на землю. А сходил, дни ада нету. Тогда они установили, ада нет, преисподние нету. В том виде, как понимают. Преисподние это могила. Могила. Вообще нету. А теперь как? И в Малахе написано, сгорит как солома. Солома сгорела, ничего нет, никакого мущения нету. А все из-за чего? Суббота. Вот субботу установили. Это суббота главная теперь. Она больше по размерам. Суббота. Я говорю, в субботу Христос проповедовал. Где он проповедовал-то? Ну, тело было его в огробе, а душой в аде. Им теперь надо доказать, что не был там, значит, ад надо убрать. А раз, раз, ад убрали, то никуда и не сходил. Ад означает, ад открыт, а они туда падают и не видят. Ян Затаус говорит, когда желают поймать зверя, копают яму на его тропе. Потом закрывают и от мертвого зверя берут лапу и делают следы, как будто бы идти надо. А там, внутри в яме-то, закопаны штыри кверху-то, чтобы он упал, мамонт-то, и распорол брюхо. Сатана говорит, нет, ад, для того, чтобы столкнуть. А Господь говорит, есть, ад, чтобы ты не попал туда. Бог-то с одной целью делает, чтобы не попали туда. Коротко сказать, вот как раз про субботников. В этот раз по интернету американский баптист один ко мне обратился, говорит, Игорь, там у нас диспут сильный сейчас идет. Вот сейчас прям, ну вот, буквально на днях они шли там с субботниками. Проконсультируй. А я не знаю, что их сказать. Я говорю, ну, адвентисты седьмого дня, другое название субботники. Чтут субботу. В церкви, говорю, в православной, если считать, то субботу признавали достаточно долго. Относились к этому снисходительно. В воскресенье признавали и субботу. Это было в первой христианской церкви. Но потом суббота как-то отошла, есть аргументы. Расскажите вот о субботниках кратко. Я? Да я же вас спросил. В первую очередь нужно сказать так. Закон был где-то водителем ко Христу. Запомни, запиши себе. Они с этим согласятся. Закон был где-то... Тут четкая программа должна быть. Где-то водителем ко Христу. Согласны они, говорят, согласны. И тень, это был прообраз. Прообраз в нем заключалось новозаветнее. Ветхозаветнее был Ягненок. Согласны? Да, в Новом Завете Ягненок указывал на Христа. Согласны? Ну так написано, Агнез Божий берет на себя грех мира. Иван Гератиян 1.29. Записали. Мы уже с ними одинаковые. Я говорю, его положили куда? Ягненка-то куда? Ну Авраам куда? Он построил жертвенник. Христа когда взяли, куда положили? Как куда? Ну когда он жертву принесет, на что положили? На крест. Тут толковать не надо. Как вознес змею в пустыне, так сыну человеческому надлежит быть вознесенным. А как вознести, если это столб? Змея-то на перепрещины была-то, как яговисты-то говорят, не было креста, а столб стоял-то. А как змею-то на столбе-то на палке-то повесишь? Значит, была поперещина и на нее накручена-то, да. А она как удержится-то? Тем более медный змей, медный. Ну, согласны? Да, так. А Господь говорит, творю все новое, запишите. Записали. Вы верите, что новое творит? Вот так написано. Вот до сих пор мы дошли одинаково. Я дальше говорю, скажите, молитесь, простой пример. Самое святое, что было в Израиле? Ну, что там было? Ковчег. Нет, не ковчег. Ковчег для чего-то был сделан. Что в ковчеге было? Самое-то главное не кошелек, а что в кошельке было. Но так нет. Правильно? Мы должны рассуждать. Что у тебя в сумке-то с собой? Так, а что там было? Скрижали. Скрижали называли Слово Божие? Ну, да, так оно. Десять заходов. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. О каком Слове речь идет, которое Богом стало? Слово стало плотью, обитало с нами полной плодой. Христос. А ковчег на что указывал? Скрижали, указывали на Христа. А ковчег? А ковчег на что? Ну, Христос где был? Где-то скрывало его что-то или нет? Ну, что, чрево матери, преснодева, преблагословенная Богородица. Так неужели? А вы хулите, и у нее дети были. В этот ковчег ничто не ложилось больше. Безумие полное, что у Богородицы дети были. Вот доказательства. Они все до одного соглашаются. А вот теперь давайте дальше говорить. Господь охранял этот ковчег? Охранял. Считаем, первая глава. Первая глава, книга Царта, на третьей. Когда ковчег филистимляне взяли, и там на них наросты стали расти. А они тогда его привезли к догону, к своему Богу. А он его догону, руки-ноги отрубил, он валяется. И когда они решили запрещь телец, которые там пойдут, они, телята молодые, они к телятам пойдут, а они пошли в Израиль. И жители Бевсамиса на поле урожай был у них. Ну вот здесь вот такая картина есть, Гестава-Даре. И они подошли и посмотрели, да это что-то еврейское. Говорят, это самая их святыня. Никто не видел. Давайте посмотрим. Давайте. Подошли. Ничего там нету. Не плевались. Топором не били, как баптисты по этому ковчегу. Слушай внимательно. И Бог убил, Бог, которому имя Любовь, 50 тысяч и 70 трупов. 50 тысяч даже во время Сталинградской битвы в один день столько не погибало. Это что означает? Значит, это уже Бог вступается. Заглянули только, а вы пытались Божьей Матери следовать. Поняли, нет? Вы все под этим ковчегом будете лежать. 50 тысяч трупов положи. Что будет? Ну вот сейчас убито 32 человека в Бельгии. Да какой вопль? Да прекратились самолеты, поезда, метро. Все остановилось. 50 тысяч и плюс 70. Кто? Бог. И когда ковчег везли, воза ему, павильона была. И наклонился, он рукой подержать. Бог сразу убил его. Не заглядывал, только прикоснулся. Что мне непонятно? Это энергетика большая. Я быстро их поставлю на место баптистов. Вот это и есть миссионерская работа. А дальше мы начинаем говорить. Скажите, в ветхозаветии суббота ничего нельзя было делать. Она на что указывала или нет? Ну по порядку все заповеди берем, они на что-то указывали. Если обрезание было, ну а что важнее, обрезание или суббота? А что, правда, важнее было? Ну сами решите. Суббота неприкосновенная. Суббота неприкосновенная. Но если женщина родила и на восьмой день попадает в субботу, священник обязан был колоть дрова и делать, говорит, а Господь, говорит, не нарушаете ли субботу ради обрезания? Обрезание выше. А обрезание на что указывала ветхозаветняя? Первое, вот так сказать, послание к Колоссинам. Вы, Павел говорит, обрезаны, обрезанием нерукотворенным, ножиком не пилили. С обречением греховного тела плоти. Вы в крещеные? Крещение, то есть крещение. Израильский ребенок восьмидневный что-то понимал? Не понимал. Завет закрещен был, да, и начал истребиться. У нас крест от маленьких ребятишек. Они ничего не понимают, это завет Божий, это ковчег. Суббота указывала на воскресенье. Понятно или нет? Суббота вечная, она никуда не делась. Она просто пришла в истину. Суббота это прообраз воскресенья. Там был покой, а мы где получили покой? Воскресенье. Рабство греху кончилось. Нельзя было работать, и мы не работаем греху. Мы не работаем. Вот об этом-то надо им сказать, что суббота... Ваптисты говорят, Бог отменил. Он ничего не отменял. Он говорит, не отменить, не нарушить пришел. Но и возвысить, то есть исполнить. И он его исполнил. Ветхий завет был дан для ребенка. А теперь Златоуз говорит, мы в муже совершенном... И Павел говорит об этом. Для мужа совершенном это воскресенье. Так, теперь Господь говорит, вы будете печальны, но ваша печаль превратится в радость. Так женщина, когда терпит скорбь и рождает, а когда родится ребенок, не помнит себя от радости. Когда родился Христос? В воскрес. В воскресный день. Те уже начали деньги давать, говорите, что украли. А ученики слышали? Воскрес! Христос воскрес! Вот она радость. Лежите верюми жертвусти. 117-й Псалом. Ведите к рогам жертвенника. В сей день иже сотвори Господь. Возрадуемся, воскресимся. Жертву-то когда принесли? В пятницу. А день, который возрадуемся рядом? В воскресенье. Тут все открытым текстом. Доказать еще не надо. Надо только места совместить. 117-й Псалом считает. И куда родится ребенок, не помнит себя от радости. Родился кто? Христос воскрес. Это называется новым рождением. Творю все новое. Там творение было. Бог сотворил небо и землю. А теперь показывает, что это означает в духовном плане. Там сотворил животных. А здесь, говорит, леп и ягненок будут вместе. 11 глава Исаии. А как? Ну вот он леп, рыкает, хватает христиан. А сиял его свет, он упал. А что повелишь делать? Он ягненок уже. К этому льву, Савлу, приходит Ананя, епископ. Брат Савл, что ты медлишь? Вот она где, тысячелетное царство-то идет. Они ничего не понимают. И все, все места кончились. Тысячелетие царства наступило на Голгофе. Там примирение. Какие варварские племена склонялись перед Богом. Такие, как Христофор. У него, говорит, такой вид был. Когда его привели на допрос, император в обморок упал. В обморок упал. Так его рисует дальше собачья голова. С ним не могли там 30 человек ничего сделать. Он их как Самсон раскидывал. А он обратился и стал христианином. Вот сила какая. Итак, наступил день покоя. То есть новозаветное воскресенье. Вот мы сейчас субботствуем. Субботствуем, то есть не работаем. Отдыхаем. Отдыхаем. Не делать обычные дела твои. Что такое пост? Пророк Исаия объясняет. Церковь это все приняла. Вот от чего суббота. Это был прообраз, тень, будущее воскресенье. Ягненок на Христа. Ковчег на Божью Матерь. И так все, что в Ветхом Завете было, все. Ну а как люби отца и мать? Всех тарты на это отхватыкают. А там написано. Так а в Новом Завете как? О, там заботились пока вот не покинь меня в старости. Когда отец будет оскуревать в силе. А мы заботимся и об умерших. Мы сопровождаем песнопениями церковными. Мы молимся о них. Упокой в обителях небесных. Эта заповедь перешла в небесную теперь. Ты по порядку начинай. По порядку все. Все заповеди 10. Там написано не убей. А в Новом Завете, кто гневается на брата, уже убил. Вот это да. Не прелюбодействуй. Да как на нее не посмотреть? Она красивая. Это можно смотреть. Но ты не походствуй на чужую жену. В Новом Завете. Это же самое заповедь. Господь не сказал. Теперь прелюбодействуйте. Или что-то. Это будет. Но я оставлю другое. И не пожелай. Там написано не кради. А у нас как имение к ногам положи. Продало все. То есть все до одной заповеди. Пушкина. Ни одну кухарку мимо. Как королев. Вот это. Кораблостроитель. Не пропускал мимо. Не могу, говорит, эту заповедь выполнить. Никак. А вот пуля в живот теперь схватился. Все. Ни одной служанки не надо. Скорее письмо царю. Царь, прости меня, я на тебя говорил. Тебя твой трон я ненавижу. Твою погибель, смерть, детей с жестокой радостью вижу. Вот видишь теперь. И царь тут же склонился. И говорит. Не переживай. Обеспечение семи на мне. Я буду заботиться. А кто это написал? Василий Андреевич Жуковский. Друг его. Он вместе с Михаилом. С Далим, с Владимиром Ивановичем был у него. Жуковский. И посмертную маску с Пушкина снял. Ну. Вот момент такой вы сказали. Важный такой момент. Обрезание выше субботы. Вот это момент такой. Господь так и сказал. Восьмой день. Девятый не может быть. Седьмой не может быть. Ну женщине не прикажешь, когда родить-то. Она родила его. В пятницу-то. А восьмой день попадает на субботу. И обязаны обрезать его. А суббота нарушена будет. Значит. Господин суббота. Суббота нарушалась все время. Ради обрезания. Только ради обрезания. А ради обрезания выше. Обрезание это завет с Богом. Завет с Богом. Посвящение. Оторваться от языческого мира. А суббота только показывала о том, что мы даже ищи день дворения. Балтисты же понимают, что обрезание и крещение это и есть. Про обрезание. Они понимают. Смотри. Господь шестой день творит человека. А седьмой день пощил. Господь творит нас когда? Когда проповедуют. И воскресают в седьмой день. Как это для нас первый день? Он в первый день недели воскрес. Прямо. Он помог в субботу воскреснуть. Нет. Первый день. И первые христиане собирались. Говорят, когда? В первый день. Когда откладывали, Павел говорит, откладывайте. Шестнадцатая глава. Первый корректно. В первый день. Вот воскрес бы Господь в субботу и не было бы споров. Да. Не было бы споров. Он воскрес. Так они так говорят. Он воскрес в субботу. Я говорю, а как вы посчитали? Ну, в четверг его распяли. На каждую четверг его распяли. Когда говорит, была пятница и наступала суббота, когда допрашивали. Наступала. А за четвергом-то пятница наступает. То есть они лживые. Все еретики. Вот они теперь. А это о вас говорится. А это у вас нет священства. А у нас есть. Господь говорит, что вы от лука. Ваш отец дьявол. Они говорят, это в тебе в Ельзиул. Это ты его силой делаешь. Они перевернули на Христа. Поэтому слушать их не надо. Отойди от них. Но вот это, что сказал субботник. А как они реагируют? Никак. Для них это шок. Там такая ситуация, что девушка из семьи, баптисткой, вышла замуж за субботника. Ну, своих, наверное, женихов нет. Они внешне совершенно почти одинаковые. Но у мужа субботнические понятия. И вот теперь она своих родственников, ну, между своими родственниками, баптистами, и вот новым мужем пытается найти какой-то компромисс. И вот меня родственник попросил. Ну, ты помоги сестру убедить. Я говорю, друг, я как тебе? Я сам не специалист. Ну, вот вы мне сейчас рассказали. Игорь-то где? Подожди-ка. Игорь-то вышел, что ли? Ты же сам помнишь, что я что там делал? Компромисс какой-то? Когда между собой... Ну, прям явно, что в клинисе схватились с этим Сергеем-то там. Вот об этом говорят там. А я только сказал, Сергей-то отвечает правильно по кротости в этом моменте. Но обречать надо. Игорь-то прав. Но как преподнести это, они прямо так схватились. А я сказал, что они оба отвечают правильно, но каждая одну сторону освещает. Надо знать, где обречать, где не обречать. Я же все сказал. Ты же меня спрашиваешь, что я скажу? Я сам не вылажу. Я отвечаю. Вот второй стих послания, что мы иногда пытаемся настолько истину, истину выше ставим, или что ли, вот снисходя друг к другу с хротостью и со всяким смиренно мудрием. Там внешне не похоже на любовь к этому человеку. Ты не об этом говоришь. Это говорится о другом. Куда ты прилепил? Ты прилепил к ереси и к истине. А здесь речь идет в житейских делах. Но если человек говорит, надо обречать или не надо обречать. Ну, дело тут, это ересь или не ересь. Он говорит, ну не надо обречать. А Игорь говорит, надо обречать. Это еретическое мнение, он высказывает человеку. Ну, ему объяснить надо, что в данном случае надо... Как преподать, еще раз говорю. Смирение, в кротости преподать. Или как? Я тебя обречал? Меня? Да. Обречали. Обречал. Ты обижался? Ну, обижался, конечно, обижался. Ну, а теперь ты понимаешь, закон это справедливо обижался или нет? Ну, справедливо обличали. Ну, нет. Справедливо я обличал. Но ты на меня, если обижался, ты справедливо обижался или это не надо было обижаться? Обижался. Ну, да. На тот момент мне казалось справедливо, сейчас уже успокоилось несправедливо. Ну, ты знаешь, о чем ехали? Когда в машине были, когда тебя принуждал прямо к одному делу. Бери телефон, звони, кто тобой обижен. Примиряйся. Сейчас ты приезжаешь как новенький. Ну, было такое. А ты мне говоришь, я еще к этому не готов. Ничего себе. Примириться я не готов. А готов умереть-то? Сейчас на повороте и нас нет. Я тут... Я что неправильно-то сказал-то? Ты помнишь, когда... Ну, на меня никто не орал. Вы не орали на меня. Нет, я не орал. Что вы там? Ну, говорили мне неприятные вещи, но это не значит, что это было... Ну, да. ...жёстко как-то. Ну, ты понял, что ты принял, только ты понял, что сейчас прийти, и перед человеком этим, кстати, ты встань на колени, попроси прощения, и будет всё по-другому. Ну, ты же помнишь это. Я о ком речь шла. Помнишь? Помню. Ну, вот. Так, мы хорошо поговорили. Да, половина... Сегодня обижается он там садом. Как преподать это? Можно напасть и просто шибить человека. И он говорил по своей греховности. Его надо понять. Это Сергей Евгений когда говорил. Я вижу, он говорит неправильно. Но мы сами такие, да... Кого я пойду обрещать? Речь, кстати, о другом идёт совсем. Как ты можешь обрещать? Не куря, сам стоишь с папиросой. Как ты можешь говорить-то ему? Ну? О чём он говорит-то? Не просто вообще обрещать нигде нельзя. Ну, а в каком-то состоянии. Это когда мы все в грехах сгниваем, и кого я пойду обрещать? А ты не гни. Написано, верующий сын Божий, что не согрешает, и лукавый к нему не прикасается. И поэтому ты иди смело. Можно себя проверить? Вам скажу свою мысль. Давай. С осени, вот, на эту тему обречения я ещё с осени думал. То есть Игорь начал деятельность в интернете обречать. А я посмотрел, как-то он ведёт себя, не заботясь о последствиях. Не заботясь. Я думаю, и я для себя вывел такую формулу, может быть, я неправильно, но я сейчас её озвучу. Обречать надо так, что как будто ты с этим человеком живёшь на необитаемом острове, и от его деятельности зависит и твоя будущая жизнь. А тебе надо его обречить. Но ты так обречи, ты один на один, и он тебе должен помочь выжить на этом острове. Вот так я правильно рассуждаю? Правильно. Что ты думаешь, что он тебе будет завтра помогать, он тебя вытащит изорва. Мне один человек на днях пишет. Вот святые отцы понимали, говорят, и как воин Христов, они понимали, как атлет Христов. Атлет. И приводят трёх святых отцов. Я тогда выбираю, слово атлет в Библии вообще нету. Тогда берём спортивное, по броску диска, там в Маковеях смещенники занимались, Палестра называется у них, выходили они, ну греческая там, греко-римская борьба была. Атлет для себя. Но он не воин, он спортсмен. Но воин, любой, должен быть спортсменом-атлетом. Он должен быть сильно и смело защищать. И поэтому у нас перевели святые, мужи-переводчики, воин. Воинственное оружие наше сильно насокрушено. Выше, чем атлет. Я показал, что атлет, это, К этому христианам не относится. А Христос, что сказал о воинах, это относится. И человек этот, как он будет спорить, Когда ему сразу пять выдержек на то, и на другое дал. Он говорит, да, тут меня занесло, тут я лишку сказал. Мало что святые сказали, а то прикиписание. Когда ты обречаешь, ты доводы дай. Доводы. Вот он стал говорить, один человек, а это вот понимается так, А вот в еврейском языке так, у нас перевод маленько неправильный. Я дальше говорю, если перевод этот неправильный, Если неправильный, почему его переводчики не заметили? Почему не указались на такие этого языка, как Феофан Затворник? А вы по словарю ищите. Переводчики были такого класса, которого сегодня вообще нету. Вообще у нас нету в стране таких переводчиков. Которые наша русская, вот эта библия синодальная, Это одна или самая лучшая, может быть, даже в мире. И поэтому, если не синодальный перевод, я его считать даже не буду. Мне смешно будет. И я про это сказал. И сказал настойчиво. Ты в одном месте вызвал сомнения, у меня и другое. Сомнения возникают тогда, как ты наизусть не знаешь. Как хорошо, как приятно жить братьям вместе. А ты переводи. Неплохо, когда братья друг друга признают. Я его считать не буду. Хотя смысл тот же самый. Почему? Это в другом направлении слова. Пренебесные. Они ложатся одно к одному. От Бога это. Я ему это говорю. И больше, Сережа сказал, больше на тему против синодального перевода неправильно. Вообще не допуская разговора. Суши его на месте. Ни к чему это не приводит. Библия святая и непорочная. Русский перевод синодальный один из самых лучших в мире. Перепроверенный. Десятки раз. Его издавали до России. Синодальный перевод. Только синодальный. За рубежом издавали синодальный. Синодальный. Все патриархи, Епимены, которые был здесь Алексей I, все издавали только синодальный. Баптисты издают только синодальный. Но один из степих не был. Пятьдесятники, адвентисты седьмого дня. Все только православный перевод берут. Защем тебе другой брать-то? Ну? Все. Десятый, десятый стих. Отец наш небесный, благодарю Тебя за этот день, за эту встречу, за беседу. За эти священные писания, что наши занятия могут быть полезны для других людей, отвечать на их вопросы. Повторяй, Господи, за этот день, и дар нам встречаться еще дальше, и вникаясь все глубже и глубже, познавать волю Твою через Слово Твое Святое. Плата тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, слышит, рад Твой. Аминь. Во славу Божию.